Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор доллар-рубль. Ну, собственно говоря, что хотелось бы отметить. Ну, во-первых, я вам сразу сказал, что мы не уйдем ниже 60.50. И так по большому счету, в принципе, и происходит. Обратите внимание, два дня подряд практически доджевые свечи, да, то есть мы непосредственно пытаемся удерживать 60.50, никуда ниже не уходим. Ну и, соответственно, подъем там на 61.61.50 пока не происходит. Что мы сегодня с вами ждали? Обзор будет, в принципе, короткий, потому что событий особо было немного. Значит, смотрите. Первое. Байден с Индзипином на 20-ке встретились. Мы знаем, что все тоже ждали этого встречи. И что прежде всего надо было отметить, что, скажем так, встреча прошла достаточно спокойно. И по факту, грубо говоря, что, скажем, Китай, что Америка, ну, подтвердили, скажем так, направление того, что они все-таки, скажем так, пойдут в сторону уменьшения конфронтации. Но это пока еще, конечно, не окончательное разрешение ситуации. Понятно, что с Тайванем там еще вопросов очень много все равно остается. Но в целом, как бы, первая вот эта встреча, которая, в принципе, до этого, ну, скажем, бывали только заочной, да, очная произошла впервые уже после вот этой ситуации с ковидом и так далее, то, в принципе, настрой, скажем так, у Китая был довольно сдержанный, а в Америке они все-таки хотели продемонстрировать некое, скажем так, все-таки попытки сблизиться в этой ситуации, связанной с Единым Китаем, да, которую там, как говорится, Китай прежде всего, как говорится, является, ну, как бы, считает самой основной, как бы, политикой, да, по отношению к Тайване. Вот. Ну, и, соответственно, что немаловажно прежде всего отметили, это, конечно, что все-таки вероятность, скажем так, каких-то новых санкций против китайских компаний, да, на что, собственно говоря, отреагировали акции, которые, например, соответственно, листинг имеет в Америке, да, они, естественно, начали потихонечку подрастать, потому что вот этих новых санкций, новых каких-то, скажем так, моментов, которые, возможно, скажем так, могут давить на Китай с точки зрения Америки, да, они в этот раз нигде не прозвучали, это было воспринято позитивно, ну, и, собственно говоря, мы видели, что на это отреагировали акции. Дальше, смотрите, вот тут дальше становится интересно, смотрите, были выступления ФРС, да, это достаточно серьезные были выступления, почему? Потому что на американском рынке это очень сильно отражалось, там сразу вначале шли вверх, потом резко стали откатывать вниз, а все, на самом деле, по большому счету, основное, скажем так, что происходило, это та самая риторика, которая была у выступающих ФРС. Вначале сказали о том, что все-таки есть вероятность, что все-таки к декабрю будет сокращение постепенно, скажем так, высоты ставок, да, потом, значит, стали говорить, что в следующем году вообще там чуть ли не там по 0.50, а то и 0.25 будет базисных пунктов, то есть еще более слабые, скажем так, подъемы будут. Вот, и на это рынок отреагировал. Мы видели, что сразу по Америке, ну, давайте даже посмотрим сразу по индексу доллара, да, он у нас тоже сегодня ходил по-разному, то есть вначале он вроде стал опускаться ниже на 106.50, да, потом начал непосредственно подъем и доходил вплоть до 107.30, да, потом вот сейчас уже после закрытия сессии немножко скорректировался. Но в целом вот эти все движения, и поэтому мы, в принципе, и видим, что на доллар-рубль, я вам, в принципе, сразу сказал, что динамика будет достаточно не сильная, потому что основные события впереди, естественно, прежде всего будет завтрашний день, да, но с точки зрения вот просто даже вот еще раз здесь посмотрим, да, здесь очень хорошо видно, что идет чисто ожидательное состояние, то есть нет никаких динамик вообще в принципе, ни вверх, ни вниз, и 60.50, как я вас предупреждал, скорее всего выступило, соответственно, вот такой сильной поддержкой, и курс пока никуда абсолютно сильно не меняется. Вот были маленькие колебания как раз на этих новостях, то есть непосредственно, когда ФРС стали говорить, скажем, о возможности, соответственно, то, что ставки будут ниже, мы немножко приподнимались там в район 60-70, да, потом, соответственно, начали разговоры вестись по поводу того, что ситуация, вернее, наоборот, простите, опускались вот сюда вот на 60-20, потому что, ну, понятное дело, раз ставки будет меньше, соответственно, доллар будет ослабевать, да, и наоборот, когда, так сказать, ситуация начала меняться по поводу риторики других членов ФРС, они начали говорить по поводу того, что все равно потолок 2% пока не достигнут, они как бы не успокоятся, и как бы поэтому они не будут сворачивать никакие пока меры повышения ставок, и мы опять видели, что сразу после этого начал укрепляться доллар, и уже в район 60-70 мы как раз стали подниматься. Но, опять же, все эти движения пока слабые, они абсолютно не являются какими-то основными для тренда, да, почему? Потому что, понятное дело, господа, мы ждем, естественно, сегодняшний день, то бишь вторник, да, он у нас уже фактически наступил, когда выйдут статистика по Китаю, продажи, производство, безработица, пресс-конференция, естественно, Нацбанка Китая, и самое главное, господа, вот отчет МАА США, он как бы может, скажем, поиметь какое-то определенное влияние, но очень маленькое на самом деле, а вот индекс цен производителей, потому что ВВП Европа, они тоже как бы выйдут, но на самом деле они тоже довольно последовательно могут воздействовать, а вот индекс цен производителей США, господа, это вот то самое основное событие, которое завтра может в итоге и повлиять на курс доллара-рубля, потому что если все-таки индекс цен производителей покажет, что он начинает расти, то есть инфляция, которую производители получают, собственно говоря, при производстве по тем ценам, которые они закупают, всевозможные, как говорится, ресурсы, всевозможные комплектующие и так далее, да, если они, соответственно, все эти цены будут повышаться, то есть инфляция разгоняться, то понятное дело, что эта инфляция, естественно, переложена будет в итоге на потребителя, а так как все-таки индекс цен производителей является опережающим индикатором, то, соответственно, прогноз будет наперед, и рынок на это очень сильно отреагирует, и вот тут, возможно, вероятность, соответственно, во-первых, по S&P 500 уйти в район даже ниже, там, ну, где-то на 3,880 мы можем опуститься, это надо учитывать, потому что ситуация, на самом деле, еще раз говорю, очень серьезная, именно с точки зрения американского рынка, да, мы можем спокойно уйти на 3,900 или 3,800, вот сюда, вот в эту зону, если вдруг индекс потребительских цен покажет, не потребительство, простите, производственное производство, что они непосредственно, что называется, инфляцию продолжают разгонять, и тогда эта ситуация очень сильно может отразиться и на американском рынке, и, безусловно, сразу индекс доллара у нас пойдет резко вверх, он может выйти на 108,50 и даже на 109, и вообще может даже вернуться в район 110, вот этот диапазон, который 113,5-112 и 111,50, да, вот эта сетка 113,5, я уже говорил, это максимум, а 112,30, 111,50, это тот, в принципе, диапазон, в котором индекс доллара вполне может находиться в любой момент, как только ситуация с ФРС начнет давать такие сигналы, что есть вероятность продолжения повышения ставок, поэтому этот диапазон, он может восстановить очень быстро, и вы понимаете, да, какой может тогда произойти, собственно говоря, скачок по курсу доллар-рубля, завтра вот эти события будут, естественно, основные, плюс там будет еще заявление Трампа, но это уже, скажем так, не так будет играть роль на самом деле, потому что мы уже понимаем, что республиканская все-таки, скажем так, повестка постепенно начинает уходить, да, и демократы большой вероятностью могут даже палату представителей взять, так как почтовое голосование все-таки им очень сильно помогает, мы уже об этом говорили. Так что, в принципе, господа, самое основное, конечно, помимо Китая, Китаем, конечно, будет тоже иметь значение, но не так важно, естественно, как индексы цен производителей в США. Китай – это тоже, скажем так, то, что будет влиять на будущее уже, да, а индекс цен производителей США будет работать прямо здесь и сейчас. Если мы посмотрим, то сегодня, собственно говоря, смотрите, эти облигации тоже заняли и двухлетние, в принципе, чисто ожидательный рендж, да, десятки тоже самое, все ждут завтрашнего и вот именно это событие, да, по индексу доллара мы уже посмотрели, смотрим теперь, смотрите, по нефти, господа. По нефти история там, скажем так, тоже стала достаточно непростая, то есть, во-первых, все-таки вышел отчет ОПЕК, отчет ОПЕК показал, что все-таки спрос на нефть падает и будет снижаться, они как бы, скажем так, на 23-й год сказали, что все-таки, ну, скажем так, повышение еще спроса может быть, а в 2022 году, наоборот, все понизили. Более того, господа, нельзя, как говорится, забывать о том, что с 5 декабря будет вступать эмбарго на российскую нефть, это тоже будет иметь огромное значение, очень хочет Америка добиться того, чтобы, более того, они даже переводили, ну, переводили, скажем, проводили, вернее, переговоры и с Индией, и с Китаем, пытаясь доказать, что им очень будет выгодно, если российскую нефть покупать очень дешево, а для того, чтобы заработал этот механизм, чтобы опять с России получать абсолютно, что называется, дешевые ресурсы и восстанавливать опять свои экономики, они, конечно, захотят именно, хотят именно запустить этот механизм. И плюс, соответственно, как говорится, сократить свою инфляцию, да, которая сейчас, безусловно, очень сильно зависит именно от энергоресурсов. И вот в данной ситуации, когда, скажем так, договоренности пока на 100% не получается, то есть не все все-таки готовы это поддерживать, ситуацию, в том числе даже Индия, хотя Елен очень уверенно пыталась их в этом убедить, Китай, соответственно, тоже, то есть у них нужно вот этот баланс обязательно удержать, чтобы, собственно говоря, и цены на нефть понижались, и в то же время, чтобы, соответственно, Россия продолжала продавать эту нефть, потому что если она перестанет продавать эту нефть, то, естественно, цены просто на нефть взлетят. И, кстати, я хочу сказать, что в данной ситуации с ОПЕКом, при том, что они все-таки заявили о том, что спрос будет снижаться, я не исключаю, что, возможно, и сократят добычу, потому что на самом деле, ну, я не вижу смысла как бы продавать, вернее, добывать ее больше, чем ты ее можешь потом продать, а со спросом сейчас действительно, вот особенно фактор Китая, как мы уже говорили, он все-таки, скажем, большое вносит сейчас корректировку на спрос нефти. Естественно, мы посмотрим, какие там выйдут сейчас еще запасы в США, да, это тоже будет иметь значение, но в целом мы уже видим, да, что нефть у нас фактически скорректировалась аж на 92,5, я вам говорил, что 92-94 это тот диапазон, где, в принципе, нефть является, скажем так, наиболее вот этой вот справедливой, скажем так, ценой, да, которая, по крайней мере, показывала с точки зрения, например, как ситуация менялась с запасами и насколько вот спрос и предложение, скажем, находил определенный какой-то баланс, да, я уже говорил, что застой это выйдет только если фактор Китая будет включен, то есть уже вот этот вот не будет локдаунов там, да, и начнет восстанавливаться экономика. И плюс, конечно же, ситуация, если, например, будет введено эмбарго и Россия, допустим, перестанет или там резко сократит свои поставки. Это тоже надо учитывать, конечно. Кстати, вот данные завтра по Китаю, они как раз и покажут, насколько все-таки экономика Китая взошла в рецессию или нет, и, скажем так, насколько все-таки локдаун сильно сокращает, тормозит и цепочки поставок и производства и так далее. Значит, смотрите, по нефти, значит, мы ждем, еще раз говорю, еще запасов по Америке, да, и по Китаю. Это, в принципе, скажем так, мы видим, да, довольно сильно она упала, да, то есть практически 92-94 вот этот диапазон занят, но доллар-рубль, как я вам и говорил, по большому счету, сильного укрепления по рублю не произошло. То есть, по большому счету, как я и говорил ранее, что сейчас цены на нефть в этом плане с точки зрения именно прямого, скажем, поддержки рублю они не оказывают. Вот как, скажем, фактор, который влияет непосредственно на принятие решения ФРС по ходу ставки, потому что идет разгон инфляции, это да, и опосредованно, соответственно, тогда тоже влияет на курс доллара рубля. А в чистом виде этого не происходит. Так что, в принципе, господа, осталось нам теперь дождаться завтрашний день, самый серьезный он, я считаю, вот на этой неделе. Потом еще у нас, конечно, будет пособие по безработице, тоже будет иметь значение, но завтрашний день будет, я считаю, основным. По двадцатке там, я думаю, особых там, скажем так, сюрпризов вряд ли мы увидим. Вот непосредственно по ситуации с Китаем, завтра тоже, естественно, нам нужно будет обязательно посмотреть, что там происходит. На этом, господа, я тогда заканчиваю. Еще раз напоминаю, кто интересуется не только доллар рублем, а непосредственно вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, Trade Analytics, да, можете также участвовать в прямых эфирах у нас в Ютьюбе. Ну и, естественно, напоминаю, что в пятницу мы подведем итоги, у нас будет, естественно, итоговый выпуск, подведем всю, скажем так, эту неделю, и, соответственно, в воскресенье сделаем обзор новой недели. Эта неделя будет достаточно интересная, поэтому следите, подписывайтесь и будьте в курсе. Продолжение следует...